Всем привет! Если вы задумывались создать свое небольшое домашнее хозяйство, пусть даже такую небольшую семейную ферму, как у меня, то смотрите этот ролик до конца, ведь в нем я постараюсь обобщить весь свой опыт, собранный почти за 10 лет ведения собственного хозяйства практически с нуля. Итак, поехали! Самый, наверное, основной минус, с которым я столкнулся при создании семейной фермы, это то, что не рекомендуем вам начинать сразу с закупки всех животных, которые вообще существуют. У меня были и куры, кролики, гуси, индюки, цесарки, утки разных видов, козы, корова, бараны, перепела. В общем, огромное наименование видов животных. Да, мне все животные нравятся, я всех люблю, мне все интересно попробовать, но это на самом деле ошибка. Я не рекомендую начинать больше, чем с двух-трех видов животных, в идеале с двух вообще. Дело в том, что каждое животное, оно уникальное, требует своего подхода и в питании, и в содержании. И если ты начинаешь заниматься всем, то ты не успеваешь нормально изучить, прочесть вот это все. И у тебя начинаются где-то падеж, где-то какие-то промашки в кормлении, из-за этого страдает выход того же мяса или, допустим, яйца, как с перепелами. Чуть-чуть не так покормил, уже яиц нет. И для того, чтобы изучить все, у тебя просто не хватает времени. Единственный плюс, который можно из этого вообще вынести, это то, что если ты начинаешь заниматься всем, то ты потом быстро приходишь к выводу, что оставить. Хотя это тоже не так просто. Поэтому первый минус – нельзя заниматься всем. Надо выбрать небольшое количество животных, на которые делают упор. Допустим, у вас ферма по разведению овец. Если у вас молочная ферма, то баранину вам надо покупать. Если у вас ферма по разведению баранины, то, соответственно, молоко вам надо покупать, но не содержать все. Если у вас несколько видов животных, так же, вам нужно больше работников. У меня всего один работник, который мне помогает. И это очень сложно с одним работником содержать вот такую ферму с такими разными животными. Пчелы еще, кстати, у меня есть. Вот что я забыл. Это тоже, на самом деле, достаточно большое время, потому что в каждые выходные ты должен минимум полдня им уделить. Давай еще, еще, еще. Ой, как зажужали. Зажужали, пока не дыми. Также, что касается животных, их большого количества, то это также отражается на спросе. Если у вас большое количество, но разных животных, то вам все равно какие-то излишки надо продавать. Даже с одной коровы у меня есть излишки молока. И, естественно, наладить сбыт одного товара, тебе проще, чем наладить сбыт нескольких товаров. Поэтому это также получается только плюс, если у тебя есть 2-3 вида животных, а не 10. Следующим минусом я бы посчитал планировка участка. То есть, когда вы купили участок и начинаете делать ферму, нужно обязательно запланировать все постройки, потому что переносить их потом крайне сложно. Я сейчас не могу что-то сделать, именно потому что я не спланировал свои постройки. Ну вот, как вы видите, здание коровника сделано из нормальных материалов, новое строение. А вот здесь рядом уже пристроен самострой-козлятник. А вот старый козлятник. Сейчас они не дадут нормально разговаривать, хотя вот они тихо сейчас себя ведут, но сейчас они могут очень громко начать гоготать. Ну вот, если бы изначально я бы делал, планировал, я бы, естественно, на фундамент поставил и козлятник, потому что поставив его вот так вот на землю, ясно, что это ненадолго. А все равно на него потрачены и силы, и деньги, и время. И это, конечно, минус. Козлятник сейчас тоже надо разбирать. На его место надо ставить новый. Хотелось бы сделать его большего размера, но курятник, который находится за ним, будет мешать это сделать. И опять же получится либо городить Шанхай, либо как-то, ну, пристраиваться к этому курятнику расширять. А это, конечно, тоже нездорово. Сейчас я стараюсь уже таких ошибок не делать, все-таки планировать каждую постройку, делать ее нормально. Даже вот пример, который я вам могу сейчас показать, это выгул, который я сделал на поле для выпаса. Уже сделано все сразу добротно и качественно. И я считаю, что это очень правильно делать сразу нормальное строение, а не делать тяп-ляп из того, что было, а потом опять же переделывать. Как показала практика, да, изначально ты делаешь дешевле, но получается, что у тебя в строении ненадолго, некачественно, и совершенно не всем потребностям той же птицы или животных удовлетворяет. Вон кошка бегает. Три крысы в день минимум приносит. Премию получает каждый день она. У нее безограничный доступ к молоку. Следующий момент, это надо обязательно обратить внимание на то, где у вас будет выпас животных и каком он размере. Вот мне повезло, что у меня удалось договориться с выпасом. А так бы, ну, на самом деле, скотине бы не хватало бы травы. Даже вот той скотины, которая есть у меня, а у меня ее очень мало. Как показала практика, она ест ее в огромных количествах. И на одну корову требуется минимум там один гектар того же поля, чтобы нормально ее содержать и чтобы заготавливать сено, допустим, на зиму. И это надо предусмотреть до того момента, как ты начнешь заниматься фермой. Вот те там 30-50 соток, которые у меня есть, для того же какого-то дачного участка, или там загородного дома 50 соток, это нормально. А даже для небольшой фермы это крайне мало. И что касается земли, однозначно могу сказать, что земли много не бывает. Чем больше возьмете, тем лучше. Тут нет такой проблемы, что, допустим, вот как у моей мамы, да, у нее участок с садом и у нее лишняя земля, это лишние хлопоты, потому что ее надо ухаживать, заботиться об этой земле. Здесь такого нет. Вот и выпуски у гусей, и все. То есть любое поле они побрили, постригли в течение двух недель. Тут не нужно косить газоны, не нужно что-то сажать. Вся земля, которая у меня есть, она используется в основном под выпас. И лишь маленький, небольшой участок я использую под огород. Вот я его огородил, распахал, картошка, свекла, морковь и теплица. И то в зимнее время я этот участок также использую под выпас животок, чтобы они уже никуда не выходили. Закрыл их здесь, поставим им сюда кормушку и все. То есть они и удобряют получается ту землю, и в то же время за ними не нужно пристально следить. Еще один момент, к которому я пришел, которого сразу же я, допустим, не видел. Это надо упрощать. Особенно это касается посадок тех же овощей. Потому что, ну, раньше я там только в детстве с бабушкой ту же морковку сажал, она там пропала, прореживала каждую морковку. Когда у вас одна маленькая грядка, да, тебе приведить эту морковку и то это достаточно время занимает. А если у вас там в морковке уже поле, пусть не поле, но сотка даже, то это уже не просто ее проредить. Я последнее время делал эксперимент, я сажал морковь. Ну, изначально я пытался посадить ее так, чтобы ее надо было меньше прорежать, но все равно так не получалось. Я пришел к выводу, что она и так растет. Да, у меня много мелкой моркови, но тем не менее, я не трачу на это вообще никакого времени. я ничего не прорежаю, я только посадил и собрал. И на результат это особо не влияет в моем случае. То есть морковь минимально пропала, помидоры я практически не трачу на это время. Собираю до сих пор. Сейчас середина октября, у меня до сих пор есть помидоры. То же самое касаемо там огурцы, я только подвязываю их и все, больше ничего не делаю. Ну, два-пару раз я пропалом. Все это сильно упрощает вообще труд и увеличивает количество свободного времени, которое ты можешь потратить на что-то другое. Потому что времени никогда не хватает здесь. Всегда есть что-то, с чем нужно заняться. Вот я сейчас с вами разговариваю, а мне надо идти пересаживать кроликов по полу. То есть мальчиков подсаживать от девочек. Еще к минусам я могу отнести себестоимость продукции. Потому что если люди хотят на семейной фирме что-то заработать, то готовьтесь к тому, что себестоимость продукции натуральной она достаточно высокая. И поэтому конкурировать с другими продуктами из тех же сетевых магазинов вам будет очень сложно. Допустим, все деревенские я когда начинал, я думал, ну, что я там яйца буду есть деревенские, продавать им молоко. Нет. Они не покупают молоко. Покупают у меня только дачники. А яйца и молоко деревенские сами они все ходят покупать в пятерочку. Потому что там дешево. То есть вот этот момент. Они не смотрят на вот это все натуральное, ненатуральное. Они считают, что мы тут живем на природе, у нас так все натуральное. Вот. Они вообще на эту тему не заморачиваются. Поэтому это минус. И чтобы какие-то деньги, допустим, заработать именно на семейной ферме, да, на таких вот продуктах, надо потратить очень много сил на маркетинг, на маркетинге. И времени, которого обычно не хватает. И прежде чем этим заниматься, обязательно об этом надо подумать. Одно дело, если вы хотите выращивать скотину, там, натуральные продукты для себя, для своей семьи, это одна история. А если именно на продажу, то я бы вам советовал очень хорошо это все продумать и просчитать. Решил добавить еще пару минусов, которые я считаю важными. Это не ошибки, но это в том числе такие минусы. Первое, это то, что ты не можешь отъехать вообще. Если ты набрал очень много животных, ты не можешь вообще никуда выбраться. То есть, если у тебя нет работников, а это тоже затраты работников, бесплатно не будет работать, ты никуда не можешь не отъехать, даже ненадолго, привязан даже ко времени. Потому что в вечернее время ты должен обязательно заниматься молоком, если у тебя там молочное хозяйство. По определенным дням ты должен заниматься творогом, сыром. Ну, в общем, это привязывает. Ну, на этом, наверное, о минусах и ошибках фермы. Первую часть мы закончим. Постараюсь описать плюсы создания семейной фермы в одном из следующих видео. Буду рад, если это видео кому-то поможет. Ставьте лайк, если вам это видео понравилось. Пишите в комментариях, спасибо большое, я на все комментарии отвечаю, мне приятно вообще общение с вами, все смотрю. Всем пока и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok